Музыка Меня зовут Алексей Владимирович Ферулев, я руководитель подразделения АО «Эрстайдсофтлаб» в городе Волды. Мы занимаемся разработкой программного обеспечения для автоматизации банковской деятельности. В настоящий момент численность компании в целом у нас вологодский филиал более 600 человек, из них вологодском филиале работает порядка 100 человек. Уровень зарплаты в принципе конкурентоспособен, то есть 50-100 тысяч это средняя планка, ведущие специалисты ключевые получают больше. После окончания вуза, конечно, на 50 тысяч сразу сложно попасть, тем не менее, есть стажировки, практики и так далее, которые позволяют нам оценить людей, отобрать наилучших, соответственно, их потенциал интеллектуальный там оценить. И, соответственно, у них есть возможность для роста, это регулярно происходит, оценка, аттестация и продвижение по служебной лестнице происходит у нас достаточно быстро. На данный момент у нас порядка 10 вакансий, то есть уже конкретно открытых сейчас. Это разработчики, разработчики Java, разработчики C, это технические писатели, это аналитики и специалисты отдела внедрения. В течение года вакансии будут открываться, значит, ну я думаю, что порядка 20 человек, например, мы в этом году могли бы взять, если нам рынок туда ресурсов. Ну, во-первых, как можно раньше определиться с выбором профессии, во-вторых, нужно слушать ребенка, то есть интересы меняются в процессе взросления, в 5 лет это одно, в 12 другое, при сдаче ЭГ это уже третий. То есть очень сложно проявить родительскую мудрость, найти какой-то компромисс, значит, среди этих всех метаний, плюс вектор еще, значит, родительских желаний существует. Тем не менее, слушать детей, значит, прислушиваться к ребенку, не гнаться за как бы 7-минутными потребностями, лучше человек пусть будет в гармонии с собой, заниматься тем делом, которое ему нравится. То есть не нужно стремиться сейчас отдавать куда-то туда, куда вот сейчас вот модно. Ну, это мое личное мнение. Все меняется у нас, рынок развивается, тогда, собственно, очень быстро, одни профессии нужны, другие не нужны. Нужно об этом думать, родителям об этом нужно думать. Да, вот одним из тем сегодняшнего ток-шоу, как раз одним из аспектов является переток специалистов в Москву, в столице, в Европу и так далее. Ну, я считаю, что это данность, то есть лучшие всегда уедут в лучшие места, попадут, значит, все зависит от людей. С точки зрения того, где лучше, ну, опять же, это выбор каждого, на самом деле, то есть те, кто стремится уехать, они уедут. Те, кто хотят остаться, они останутся. Факторы зарплаты, ну, да, то есть, конечно, московские зарплаты не сопоставимы с периферией, с Вологодскими и так далее. Есть тенденция диверсификации, да, то есть производства в регионы. То есть наш филиал, еще какие-то компании открывают в Вологде, в других региональных центрах производственных подразделений. Ну, это не значит, что там зарплата такая же, как в Москве, то есть они бы этого не делали. Вот, значит, я убежден, что на Вологодском рынке специалистов нужно растить, воспитывать, и людей, которые желают здесь жить, то есть их достаточно для того, чтобы обеспечить потребность IT-компании. Нужно просто этим заниматься, нужно заниматься образованием, подготовкой студентов. И, в принципе, я думаю, что хватит на всех. По крайней мере, к этому нужно стремиться и на столицы, и на регионы. Субтитры создавал DimaTorzok